Всем привет! Животная натура дремлет в каждом из нас, день это дня пытаясь найти малейший повод для звериного инстинктивного поведения. Потому-то многим из нас так сильно приходится по вкусу игры на выживание. А как ты знаешь, выживать лучше всего в стае. Так что в этом видео я собрал для вас 20 отличных выживалок, в которых можно приятно скоротать время вместе с друзьями. А начну я с Project Winter. Это многопользовательская игра для восьми человек, ориентированная на социальный обман и выживание. Коммуникация и командная работа здесь очень важна. Необходимо собирать ресурсы, ремонтировать сооружения и ждать прибытия спасателей. Среди выживших скрываются неизвестные предатели, цель которых помешать выжившим спастись, но так чтобы их не раскрыли и не убили. А выжившие не знают, кто именно из группы предатель. В целом это очень неплохая замена Among Us, если та уже надоела. Эко. Управленческий симулятор с элементами выживания, где нам в одиночку или в кооперативе с другом предстоит возводить цивилизации, используя ресурсы экосистемы и делать это внимательно, стараясь не повредить и не разрушить природу. Мир игры весьма отзывчив на любые действия. Что бы мы не сделали, это повлияет на экосистему, иногда и в разрушительном ключе. Это значит, что игроки смогут либо уничтожить, либо сохранить планету, следя за экологией, флорой и фауной. Также в игре реализована система перехода из одной эпохи в другую. Еще стоит выделить систему законов для многопользовательского режима, благодаря которой есть возможность проголосовать за определенный закон. Например, включающий пвп режим, ограничивающий вырубку лесов, отстрел волков и тому подобное. Тем самым можно спасти свою землю от катастроф. Скам. Здесь мы попадаем на остров, чтобы бороться за свою жизнь, участвуя в качестве гладиатора в жестоком реалити-шоу под названием Скам. В окружении враждебной среды и других таких же недружелюбных игроков мы должны найти способ как спастись с острова. Скам вполне можно считать реалистичным симулятором выживания, ведь здесь нужно обязательно справлять нужду, следить за тем, что ты ешь и как ты это делаешь, а также качаться, чтобы быть сильным и здоровым. И это далеко не основные механики игрового процесса. Перед нами откроется лист с длинным перечнем всевозможных характеристик, потому игровой процесс не ограничивается поиском других игроков для бодрой перестрелки, а дополняется бесконечным выполнением требуемых условий для выживания. Еще игра выделяется отличной графикой, которая потребует наличия хорошего железа, и если ты уже давно хочешь обновить свой ПК, то советую заглянуть в магазин компьютерной техники Алиф. Играть на ультрах дешево? Да. Теперь это возможно. Магазин Алиф предлагает мощные игровые компьютеры с отличным дизайном и по минимальной цене с гарантией до трех лет. Все компьютеры настроены и готовы к бою. Остается только подключить к розетке. Также имеются игровые мониторы, видеокарты и периферия. Заказ можно забрать из магазина в Москве или оформить доставку в любой город России. Доступна покупка в кредит. Ссылка на сайт в описании. Играйте в игры дешево! Conan Exiles. Мультиплеерный симулятор выживания в открытом мире в сеттинге вселенной Conan. Игра поддерживает как одиночный геймплей, так и сетевой. Проект представляет собой типичную выживалку, где мы можем строить собственные базы, наведываться на базах другим игрокам, воевать с ними или жить в мире, отбиваясь от нападений других игроков. Игра способна затянуть красивый мир, интересное выживание и классные механики, вроде рабовладельчества. Открытый мир разнообразен и его хочется исследовать. Также присутствует огромное количество всевозможных противников, в битвах с которыми поможет призыв огромных богов. Terraria. Одна из лучших 2D-выживалок, которая уже почти 10 лет все еще остается актуальной. В этой игре можно собрать своих друзей в одном случайно сгенерированном мире. В игре нет как таковой конечной цели. Нам нужно собирать ресурсы, крафтить различные предметы, возводить убежище, сражаться с монстрами и с боссами. И с каждым убитым боссом игра будет постепенно меняться, а сложность повышаться, что будет стимулировать к развитию и крафту более сильной экипировки. В общем, здесь вам точно будет чем заняться. И это отличный выбор для игры с друзьями. Starbound. Еще одна отличная 2D-песочница-выживалка. И это идеальная замена террарии, если та уже успела надоесть. Разработчики выбрали все лучшее из аналогичных продуктов, добавив собственные геймплейные фишки. Путь игрока начинается с обычного выживания, добыча пищи, постройка убежища, обороны от монстров. Но вскоре, твердо встав на ноги, мы отправляемся покорять различные миры, собирая коллекцию из уникальных предметов. Вместо одной планеты в Starbound нас ожидает целая вселенная, сгенерированная случайным образом и населенная множеством уникальных цивилизаций, как высокоразвитых, так и примитивных. Don't Starve Together. Самостоятельное дополнение к оригинальной одиночной игре, но уже с кооперативом до 6 человек. Игра представляет собой выживалку в необычной графической оболочке с довольно интересным геймплеем, основанным на строительстве базы и бесконечным поиском основных ресурсов. Цель у игры довольно простая, как можно дольше оставаться в живых. Время здесь исчисляется сезонами. Весна, лето, осень, зима и днями. Причем в сутках есть несколько периодов. День, вечер и ночь. Днем можно спокойно исследовать открытый мир, собирать ресурсы и строить укрепления. Вечером лучше всего найти убежище и обустроить нем освещение. Ночью вас ждет визит различных монстров, которые легко вас убьют, если не пользоваться факелом или не развести костер. В целом, это один из немногих проектов с открытым миром, в котором можно провести с друзьями сотни часов. И вы точно об этом не пожалеете. State of Decay 2. Затягивающий survival horror с открытым миром, где на первом плане не истребление зомби, а именно выживание. Проект предлагает кооператив до 4 человек, приятную графику, множество разнообразного лута и действительно большой мир, по которому команда выживших может свободно передвигаться. Вам вместе с напарниками по команде придется искать ресурсы, строить убежище и постоянно менять свое место дислокации. Также стоит отметить, что открытый мир здесь динамически меняется в зависимости от принятых решений, которые принимают игроки. Таким образом, двух одинаковых игровых сессий попросту не бывает. Если вам нравятся выживалки и зомби, то это идеальный вариант для кооперативного прохождения. Raft. Яркая и невероятно глубокая песочница про выживание на плоту. Здесь мы выжившие после крушения самолета прямо посреди океана и должны искать еду, собирать пресную воду и отбиваться от морских хищников, заодно улучшая плод и пытаясь найти признаки цивилизации. А если и сюжетное выживание с акулами утомляет, то можно экспериментировать в творческом режиме, отстраивая настоящие плавучие города с фермами, производствами и развитой инфраструктурой. Начавшись как ламповое расслабляющее приключение, с годами Raft стал одной из лучших выживалок в жанре. Ark. Survival Evolved. Здесь мы в роли мужчины или женщины попадаем на побережье загадочного острова с кучей динозавров и различных мифических тварей. В сумме их около 100 разновидностей, от обычных огромных черепах до драконов. Причем некоторые виды доступны для приручения и одомашнивания. Выжить среди динозавров не главное. Особой опасностью для игрока по-прежнему является другой игрок. В вечной битве за ресурсы. Выжившему придется изрядно потрудиться, чтобы не умереть от голода. А если ты считаешь, что ягодки и грибочки это пища слабаков, то отведай человечины. Каннибализм здесь это норма. Raft. Здесь мы снова попадаем в мир, который охватил апокалипсис. Кроме нас, здесь существуют другие люди, зомби и животные. Если с первыми двумя все понятно, то с животными все поинтереснее. Здесь вы встретите и кроликов, и медведей, и волков. Если кролик нам не опасен, то с медведями и волками все не так просто. Хищники тоже пытаются выжить, поэтому не думайте, что они просто так сдадутся. Они будут кусаться и делать все, чтобы вы стали их обедом. Еще и радиация не дает спокойно жить. Здесь есть и крафт, но чтобы найти нужные материалы, придется потрудиться. Отыскать хоть что-то в этом мире будет сложновато. Green Hell. Если ты фанатеешь о тропической природе с красивыми пейзажами, пальмами, водопадами и экзотической живностью, значит ты просто еще не играл в Green Hell. Это реалистичный симулятор выживания в открытом мире джунгли Амазонки. Здесь нам в одиночку или в кооперативе до четырех игроков предстоит находить съедобные растения, охотиться, строить укрытия и создавать примитивные инструменты. Но все не так просто, как покажется на первый взгляд. Игра продемонстрирует все здешние прелести выживания весьма внезапно. Откинуть копыта здесь можно буквально от любой мелочи. Лихорадки, встречи с животными или ловушкой. Но главная проблема это наша психика, реагирующая не только на одиночество, но и на скудное питание. The Forest. Летите вы с ребенком куда-нибудь на курорт, предвкушая отличный отдых. Счастью нет предела. Но не тут-то было. Самолет падает на остров с лютыми мутантами-людоедами. Не совсем тот отдых, на который рассчитывал наш главный герой. Но тоже неплохо. А с друзьями выживать будет спокойнее и веселее. С таким подходом геймплей превратится в кровавую охоту на семьи туземцев. А когда в живых на острове останетесь только вы, когда все жареные ноги аборигенов будут съедены, можно заниматься спокойной фермерской жизнью, рассаживая ягодки и цветочки. Если вам по вкусу игры в подобном сеттинге, то однозначно не стоит проходить мимо The Forest. Grounded. Яркая и жестокая песочница про жизнь детишек в мире насекомых, от мастеров из Obsidian. Сюжет прост. Детишек уменьшили и забросили во двор. Теперь им предстоит выживать среди гигантских насекомых, сражаясь с пауками за мусор и ценные материалы. Несмотря на обманчивый внешний вид, за аккуратной мультяшной графикой прячется настоящий жестокий мир хищников. Помереть детишки могут от чего угодно. Причем игра будет смаковать каждую смерть весьма эффектно. А из бонусов получите 100% дроп арахнофобии, которая останется с вами на всю жизнь. Поиграть можно в компании до четырех игроков и вместе развиваясь от паучьей закуски до повелителей газона собственной крепостью из палок и листьев. Desolate. Это экшен на выживание в открытом мире. Большая часть игрового процесса которого построена на смеси исследований, ближнего боя и кооперативного прохождения. В игре есть пять элементов выживания. Здоровье, голод, жажда, стресс и холод. И за каждым параметром необходимо пристально следить. Путешествуя по игровому миру придется искать медикаменты, пищу и ингредиенты для крафтинга оружия. А все необходимые ресурсы сосредоточены в довольно опасных и жутких местах. Противники достаточно сильны, а патроны являются настоящей редкостью. Так что здесь нужно объективно оценивать свои силы и думать, стоит ли исследовать то или иное место. Но нет худа без добра. Со временем мы сможем прокачивать навыки и изобретать все более мощные виды оружия. Волканоидс. Выживалка от первого лица в стимпанк сеттинге. Здесь мы отправляемся на тропический остров, который забит армией парамехов. Механоидам не очень нравятся люди, поэтому они регулярно поливают местных поселенцев потоками лавы из ближайшего вулкана. Чтобы выжить, мы должны захватить один из буровых кораблей, который будет служить в качестве бронированной мобильной базы. Этот буровой корабль нужно расширять и улучшать, строя дополнительные блоки. А для этого нужно добывать различную руду и крафтить предметы. Вышеперечисленные активности удачно подходят для команды из четырех человек, на которую и рассчитан местный кооператив. Майнкрафт. Уникальная игра, ставшая мега популярной во всем мире и сделавшая жанр выживания и песочницы таким популярным. Основа предельно проста. Мы попадаем в огромный рандомно сгенерированный мир с полной свободой действий. Здесь мы сами будем решать, что хотим делать и ставить перед собой собственные цели. Можно добыть материал и строить что угодно, а также крафтить предметы личной амуниции. Мир населен различными созданиями, начиная от мирных животных, заканчивая скелетами и пауками в темных подземельях, которые атакуют поверхность по ночам. А максимум от этой игры можно получить в мультиплеере, где можно сражаться и строить собственный мир вместе с друзьями, если конечно же они у вас есть. Heart World. Довольно красивая игра. По стилистике жутко напоминающая Раст. Однако с меньшим количеством хардкора и присутствием машин. Начало игры происходит в обычном порядке. Мы голые боссы и дикари с топором, постепенно развивающиеся до голых боссов дикарей с калашами. А в промежутке между начальным и конечным этапами, как всегда запрятано немало веселья. Daisy. Одна из лучших выживалок, в которой мы должны будем сражаться с зомби и другими игроками, пытаясь выторговать себе еще один день жизни. Причем именно непредсказуемость и богатство всевозможных ситуаций в большом открытом мире и сделали игру популярной. Это реалистичная, атмосферная и жестокая игра. Одна из тех, где тебя убьют за еду, ну или просто так. Другое дело собрать пару друзей и играть сообща. Хотя и это не гарантия, что они не пристрелят вас ради крутой пушки. Но все же в таком случае игра способна затянуть себя с головой, подарив кучу незабываемых эмоций. Satisfactory. Песочница с элементами выживания в научно-фантастическом сеттинге, где нам в одиночку или в компании друзей предстоит строить огромный завод. Игра очень похожа на Фактория, только от первого лица с большим открытым миром и интересными геймплейными механиками. Вкратце, это самая залипательная игра про постройку фабрик, заводов и производственных линий. С каждой новой деталью производство требует все больше и больше ресурсов, энергии и новых месторождений руды. И постепенно маленькое производство превращается в мегазаводы на атомной энергии. А на этом наш выпуск подошел к концу. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok